Привет всем на тесте у смартфон UA восьмиядерный флагман Alcatel OneTouch Idol X Plus, унаследовавший от предшественника Idol X 5-дюймовый IPS-дисплей с ультратонкой рамкой, поддержку двух SIM-карт, а также стильный дизайн. Из нового самый мощный чипсет Mediatek, более емкий аккумулятор и аудиосистема уровня Hi-Fi. А вот чем еще смартфон с ценником порядка 425$ заслуживает звание флагмана, давайте смотреть вместе. Над внешностью Idol X Plus производитель изрядно потрудился, дабы он не повторял облик своего предшественника. Я бы такой дизайн охарактеризовала фразой с миру по нитке. Ультратонкие рамки вокруг дисплея наследства от Idol X, дизайн прорезей под микрофон и динамик громкой связи от Apple iPhone, круговая текстура тыльной глянцевые пластиковые панели уж очень напоминают таковую в девайсах от Asus, к примеру, фон под 7. Впрочем, грамотное сочетание всего упомянутого придает лишь стильности гаджету. Благодаря небольшим, как для 5-дюймового смартфона габаритам, Idol X отлично лежит в ладони, хотя пальцами одной руки управлять им все же тяжеловато. К тому же немного скользит глянцевая тыльная панель, которая, кстати говоря, оказалась весьма чувствительной к царапинам. В разнообразии красок корпуса, Idol X Plus проигрывает предшественнику. На выбор классика – черный и белый цвета. К качеству сборки смартфона не придраться, ничего не гнется и не скрипит. Расположение функциональных элементов на корпусе аппарата идентично двухсимочной версии Idol X, за исключением разве что перекочевавшего с тыльной панели на нижнюю боковую грань динамика громкой связи. Он спрятан под одной из решеток, в то время как под второй находится вывод микрофона. Между ними порт microUSB. На правой боковушке обустроены качельки регулировки громкости и слот для одной из сим-карт, прикрытый магнитной крышкой. Платок для второй предусмотрен на левой боковой грани. Верхний торец занимают 3,5-мм аудиоразъем и кнопка питания. На передней панели смартфона над 5-дюймовым экраном разместились глазок фронтальной 2-мегапиксельной камеры, прорезь разговорного динамика, датчики освещенности и приближения, а под ним три сенсорные клавиши с подсветкой. Кстати, маркировка последних видна лишь во время их подсвечивания. На тыльной стороне находится глазок основной 13,1-мегапиксельной камеры, светодиодная вспышка, микрофон шумоподавления, а также логотип компании-производителя. 5-дюймовый IPS-дисплей получил разрешение 1920 на 1080 точек. Плотность пикселей на дюйм 441. Пикселизация незаметна. Экран имеет хорошую цветопередачу и высокий запас яркости. Последняя, к слову, регулируется здесь как вручную, так и автоматически. Панель не тускнеет на солнце во многом благодаря эффективному антибликовому фильтру и может похвастаться отличными углами обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях. От царапин и ударов дисплей Idol X Plus защищает стекло Dragon Trail, которое сейчас активно используется в противовес Gorilla Glass. На внешнюю поверхность экрана нанесено специальное олеофобное покрытие. Сенсор чувствительный и одновременно распознает до 10 касаний. Еще одно отличие Idol X Plus от предшественника – новый восьмиядерный процессор Mediatek MT6592 с тактовой частотой 2 ГГц и графикой Mali 450 MP4. Восемьядер под капотом наряду с двумя гигабайтами оперативной памяти обеспечивают высокий уровень производительности девайса и выводят его в топы бенчмарков. Idol X Plus без проблем справляется с фильмами в качестве Full HD и самыми требовательными 3D-играми. Приложения и файлы запускаются быстро, без задержек осуществляются переходы по меню. Для быстрого доступа к активации беспроводных модулей их ярлыки вынесены в зону уведомлений. По части работы интерфейсов за время тестирования нареканий на качество у меня не возникло. Из 16 ГБ встроенной памяти пользователю доступно чуть более 12. Отмечу, что на украинском рынке будет продаваться модификация Idol X Plus с 32-гигабайтным флеш-накопителем. Слот для карты расширения памяти, к сожалению, не предусмотрен. Впрочем, его отсутствие частично компенсируется поддержкой USB-UTG-сопряжения, а соответственно, возможностью подключения USB-флешки или внешнего жесткого диска. Аккумулятор Idol X Plus с емкостью 2500 мАч способен обеспечить работу смартфона в течение одного полного рабочего дня при следующих нагрузках. Полтора часа просмотра в Full HD видео, по одному часу прослушивание музыки в режиме Hi-Fi и веб-серфинга, полчаса игры в Asphalt 7 и еще порядка часа на разговоры и SMS-сообщения. Idol X Plus обладатель 13,1-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельной фронтальной. Обе снимают видео в максимальном разрешении в Full HD. Основная камера от Sony дополнена системой автофокусировки и LED-вспышкой. По качеству съемки я бы отнесла ее к сильным элементам смартфона. Быстрая фокусировка, хорошая макро, отличная фотосъемка при дневном освещении и достойная в сумерках. Настроек по управлению камерой не очень много, но даже к тем, которые имеются, приходилось прибегать нечасто, поскольку и на автоматических камера смартфона отлично справляется со всеми поставленными задачами. Динамика 2 разговорной и громкой связи, качество звука, воспроизводимого как первым, так и вторым на очень высоком уровне. Особого внимания в музыкальных способностях Idol X Plus заслуживает звучание в наушниках. Именно в этом режиме прослушивания можно задействовать установленную в смартфоне аудиосистему уровня Hi-Fi. Какого-то вау-эффекта при этом достигнуть не удалось, но звучит смартфон все же с ней объемнее. Впрочем, есть и свои минусы. Hi-Fi режим сильно влияет на время автономной работы, сокращая его примерно вдвое. Для настройки звука в Idol X Plus предусмотрен эквалайзер. Alcatel One Touch Idol X Plus, на мой взгляд, полностью соответствует званию флагмана, причем одного из самых доступных на рынке. За свою цену он предлагает качественную сборку, яркий контрастный дисплей с широкими углами обзора, высокую производительность, поддержку двух сим-карт, а также качественные фото и видеосоставляющие. Будем благодарны, если вы оцените наш обзор, оставите комментарий к нему, а также не забывайте подписаться на наш канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok